Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Евангелие от Луки. Предисловие. Нам неизвестно в точности, кем был по происхождению святой апостол и евангелист Лука. Он родился в Антиохии, и потому принято считать, что святой Лука был по своему происхождению язычник, принявший его действие. Читай далее. По роду своих занятий он был врачом. Церковное предание присовокупляет к этому, что он был также живописцем. Святой Лука принадлежит к числу 70 учеников Христовых. Древнее предание свидетельствует, что ему вместе с Клёпой явился воскресший Господь. Луки 24 глаз 13 по 33 стих. Из книги «Деяния апостольских» видно, что начиная со второго путешествия святого апостола Павла, Лука делается его постоянным сотрудником и почти неразлучным спутником, не покидая его даже в узах. Есть сведения, что после смерти апостола Павла, святой Лука проповедовал и умер мученической смертью в Ахайи. Святой Евангелие святой Лука написал по просьбе некого знатного мужа, достопочтенного Феофила, жившего в Антиохии, для которого он написал затем и книгу «Деяния апостольских». Евангелие, по мнению ряда исследователей, написано в Риме не позже 62 года по Рождеству Христову. Святой Лука пользовался не только повествованием очевидцев в служении Господа, но и некоторыми уже существовавшими тогда письменными записями о жизни и учении Господа. Существует такое, я считал раньше, что Евангелие от Матфея написано через 5 лет после Вознесения Христа, Марк через 7 лет, Лука через 15 и Иоанн написал через 35 лет. Вот такие сведения. По его собственным словам, это повествование и письменные записи были подвергнуты им, самому тщательному исследованию. Им самому, не самому, а самому тщательному исследованию. Речь не о самом лиге, а сейчас показывает, как поближе... Ну ладно, давай. А потому Евангелие его отличается особой точностью в определении времени и места событий и строгой хронологической последовательностью. С древних времен сохранилось утверждение, что Евангелие от Луки было одобрено святым апостолом Павлу. Луки 1 глава с 1 по 4 стих. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательным исследованиям всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен, толкование блаженного Феофилакта. Кто были эти многие, которые начали? Лжиапостолы? Ибо точно многие составляли Евангелие. Каково, например, Евангелие от египтян и Евангелие с надписью от 12. Они только начали, а не окончили. Поскольку они начали без благодати Божией, потому и не окончили. Итак, Лука хорошо сказал, многие начали. Подлинно немногие, именно Матфей и Марк, не начали только, но и окончили, ибо они имели Духа творящего совершенное. О совершенно известных между нами событиях. Это относящихся к Христу. Не просто известно по голословному преданию, но истина совершенно верно и вполне доказательно. Как же, скажи, Лука... Совершенно верно. Но это одно как бы одним Духом. И совершенно верно, и вполне доказательно. Вот эти два слова, между ними даже дыхание не надо менять. На одном дыхании считаются эти два слова. Как же, скажи Лука, это доказательно? Как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова Из этого видно, что Лука был учеником не с начала, но в последствии времени Ибо иные были учениками слова с самого начала Например, Петр и сыны Зеведеевы Матфеевич, 4 глава, 18 по 22 стих Они-то передали Луке то, чего он сам не видел, не слышал Прежде я наставлял тебя, Феофил, без Писания А теперь, предавая тебе Евангелие в Писании, утверждаю твой ум Чтобы он не забыл преданное без Писания Во-вторых, так мы люди часто имеем обычай, когда кто-нибудь говорит нам без Писания Подозревать его, что может быть он и ложь говорит Но когда он пишет свои слова, мы верим, что он не написал бы Если бы не смел, не был Так, где он тут? Не буду показывать, ищи сам На одну строчку ниже, все потеряно Если бы не был смело уверен в истине своих слов Надо выше поднимать, там не видно Так и евангелист Говорит, для того я написал тебе Евангелие, чтобы ты с большей уверенностью содержал то, в чем наставлен был без Писания Имея более ко мне доверие теперь Когда я настолько уверен в преданном без Писания Что изложил он на Писании Луки 1 глава 5 стих Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Завида Череды, именем Захария И жена его из рода Иоронова, имя ей или совета Толкование Упомянул о царствовании Ирода С одной стороны, из желания повествовать по примеру пророков Ибо они начинают так Во дни Ахаза и Зекии И такого-то свершилось следующее Исайя 1 глава 1 стих Осия 1 глава 1 стих Амос 1 глава 1 стих Амос Амос Откуда взял Амос? А с другой стороны, поскольку намерен говорить о Христе Для того упомянул об Ироде Чтобы показать, что при Ироде Христос воистину пришел Так как Иродсей был тогда Когда по пророчеству Якова Бытие 49.10 Не стало князей из Иудеев То отсюда и доказывается, что Христос пришел Прежде Рождества Христова Прилично повествует о рождении Янова Которое само не без чуда Поскольку Дева имела родить То благодать предустроила Чтобы Старица родила не по закону природы Хотя и с мужем Что же значит слова Из-за авиадой череды? Соломон, окончив храм, установил и дневные череды То есть седмицы В одну, например, седмицу постановил сынов Кореевых В другую – Асафа В следующую – авиадой череды Винуя другого Второе пароль упомянул 8 глава 14 стих Первое пароль упомянул 24 глава Поэтому, когда говорит, что Захарий был из авиадой череды Нужно понимать так Что он был в седмицу авиаи А не так Что он принял служение после седмицы авиаи Ибо тогда сказал бы После череды авиевой А теперь, когда сказал из авиевой череды Представляет, что он был из череды и седмицы авиаи А желая показать, что Иоанн по той и другой стороне По отцу и по матери Законно был из рода священнического, говорит И жена его из рода Ааронова Ибо не позволено было брать жену из чужого колена Но из того же самого Число 36, 6-9 стих Или совета по толкованию значит покой Божий А Захария – память Господня Это переводится как слово, это имя Луки 1 глава 6 стих Оба они были праведны перед Богом Поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно Толкование Часто некоторые бывают праведны, но не перед Богом А по видимости и перед людьми Захария же и Елизавета были праведны перед Богом В заповеди суть, например Не прелюбодействуй, не кради Исход 20 глава 14-15 стих А уставы по-церковно-славянски – оправдания Суть, например Кто засловит отца своего или свою матерь Того должен предать смерти Исход 21-17 Ибо это праведно Но знай, что и заповедь может называться оправданием Так как она делает человека праведным Еще более есть оправдание Божие Ибо в день он и Бог будет судить нас Имея заповеди как бы некоторым письменным оправданием Если бы я не пришел и не говорил им То не имели бы греха Иван Гриотиана 15-22 И опять Слово, которое я говорил Оно будет судить его в последний день Иван Гриотиана 12-48 Для чего словам Поступая по всем заповедям Прибавлено беспорочно Выслушай Часто некоторые поступают по закону Божию Но все делают для того, чтобы показаться людям Матфея 23-5 Таковы не беспорочны А Захария и заповеди соблюдал И соблюдал беспорочно А не для того, чтобы через исполнение их Понравиться людям Луки 1-7 У них не было детей Ибо Елисавета была неплодна И оба были уже в летах преклонных Толкование Жены праведников И сами праведны часто были бездетны Чтобы ты познал Что закон требует многочадия Не плотского, а духовного Оба были уже в летах преклонных И по телу, и по духу Ибо по душе они составились То есть сделали большой успех Полагая восхождение в сердце Псалом 83-6 И имея жизнь как день, а не ночь Поступая благоприлично, как во свете Римином 13 глава 12-13 стих Луки 1 глава С 8 по 10 стих Однажды, когда он в порядке своей череды Служил перед Богом По жребию, как обыкновенно было у священников Досталось ему войти в храм Господень Для хождения А все множество народа молилось в ней Во время хождения Толкование Пред Богом священно действуют Одни чистые А от нечистых Бог отвращает лицо свое Когда же пришла ему череда покодить? Без сомнения, в день очищения Когда один пересвященник Входил во святая святых Чтобы мы научились Что как этот пересвященник Войдя во святая святых Получил плод Так и Господь Иисус Единый и Великий Поистине Архиерей Войдя во святая святых То есть с плотью на небо Получил плод своего явления Во плоти Наше усыновление Богу и спасение Наше усыновление Богу и спасение Прочитай на одном дыхании Здесь ни знаков, нищие нет Наше усыновление Богу и спасение Тренируйся У тебя получится Прямо видно, что и считать-то можешь И незнакомые слова по нескольку раз Молоти себе сам Не стой на месте Дальше Луки 1, глава 11 стих Тогда явился ему ангел Господень Стоя по правой сторону Жертвенника Кадильного Нормально Толкование Ангелы являются не всем А чистым сердцем Каков был Захария Жертвенник по церковному славянски Алтарь Назван Кадильным потому, что был и другой алтарь Всесожжений Луки 1, глава 12 по 14 стих Захария, увидев его, смутился И страх напал на него Ангел же сказал ему Не бойся, Захария Ибо услышана молитва твоя И жена твоя Лисовета родить тебе сына И наречешь имя ему Иоанн И будет тебе радость И веселье И многие рождения его возрадуются Толкование Захария смущается Ибо необычайно видение Возмущает и святых Но ангел восстанавливает возмущение Ибо везде посему Узнаются видения божественные И бесовские Если помысл сначала смутиться То видение от бесов Знаешь как Легко определять Для чего ангел сказал Услышана молитва твоя И жена твоя Лисовета Родить тебе сына Ибо Захария молился не о сыне А о грехах народа Одни говорят Так Захария Молитва твоя Молитва твоя услышана И Бог простил народу грехи Потом Каббе Он сказал Откуда это видно Ангел говорит Вот я тебе даю знамение Лисовета родит тебе сына А из того Что Лисовета родит Ты должен удостовериться И в отпущение грехов народу Луки 1 глава С 15 по 17 стих Ибо он будет велик перед Господом Не будет пить вина и секера И Духа Святого исполнится Еще от чрева матери своей И многих из сынов Израилев Обратит Господу Богу их И приедет перед ним В духе и силе Ильи Чтобы возвратить сердца отцов детям И непокоримым образ мыслей Праведников Дабы представить Господу Народ приготовленный Толкование Ангел возвещает Что Иоанн будет велик Но перед Господом Ибо многие называются Великими перед людьми Но не таковы перед Богом Например лицемеры А Иоанн велик по душе Как и всякий Соблазняющийся мал по душе Ибо ни один великий Не соблазняется Но малый и малодушный Как и Господь говорит Кто соблазнит Одного из малых сих Матфея 18.6 Как родители Иоанна Были правильны перед Богом Так и сын их Велик перед Господом Секерою называется Все что будучи не из винограда Секерою Секеро это топор Не секерою 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 Называется все что будучи не из винограда Секерою Может произвести опьянение Исполнил Он был Духа Святого Тогда Как был еще в утробе матери Когда пришла К лесовете Матерь Господа То младенец Радуясь Пришествие Господа Взыграл Возвратить Сердца Отцов Детям То есть Обратить евреев К апостолам Ибо Иудеи были отцы А апостолы Дети их Обратился отца иудеев К апостолам Учением И свидетельством О Христе А свидетельствующие О Христе Делать и учеников Его вполне достоверными Иоанн не всех обратил Но многих А Господь Просветил всех Пришел он в духе Ильи Потому что Как в Ильи действовал Благодать Так и в Иоанне И как Илья Притеча второго пришествия Так и Иоанн первого И в силе Ильи Потому что Пришествие обоих Ильи и Иоанна Имеет одну и ту же силу Именно Приводит ко Христу И в другом смысле Иоанн пришел в силе И в духе Ильи Потому что Иоанн был пустынник Воздержник И обличитель Как Илья Возвратил Непокоривым Иудеям Образ мыслей Праведников То есть Учение апостолов Мудрость же апостолов Благодать духа в них Которые они были Управляемы Представить Господу То есть Христу Народ приготовленный То есть Людей Способных К принятию проповеди Скажу Некоторое подобие Когда приходил Какой-нибудь Пророк С проповедью То не все веровали Но способные То есть Приготовившие себя К тому Ибо как если бы Кто-нибудь Придет в дом ночью То не все его принимают Но бодрствующий И ожидающий его И приготовившихся К принятию Так и Иоанн Приготовил Господа Людей Но не непокорных Но не непокорных Да Но не непокорных А способных То есть Приготовившихся К принятию Христа Комментарий Игнатия Лапкина Отношение отцов И детей Это вопрос Тысячелетий Разрешить его Никому не удается Из поколения В поколение Пророчество Об этом Оставалось Неуполнимым До времени Начала Проповеди О пришествии Христа До времени Начала Проповеди То есть По одному слову Считаешь Это не слова Это предложение Это его так и надо считать Пророчество Об этом Оставалось Невыполнимым До времени Начала Проповеди О пришествии Христа Вот это тут Запятая должна быть Не должна быть Должна быть Да Мудрости отцов Оказалось недостаточно Чтобы плотника Из Назарета Признать Заобещанного Мессию Евреям Старшего поколения Мешали их Равнические Знания Равнистические Равнистические Знания Мешали Толкованию Закона Божия Тогдашними Учителями Сегодня точно так же А вот сказал А кто это сказал Ян Дамаскин Ян Дамаскин О мощах сказал Ян Дамаскин Не выше Священного Писания Начнешь говорить А Федор Студит Сказал Ну Федор Студит Говорил-то Такого даже и не было Тогда Он не мог об этом говорить Как интересно Табакокурение Епископ Анакентий Вставляет Переравенец К Содомскому греху Это вообще Ну Даже говорить не надо Она явно что Неравнозначная Ну что Содомит был Николай Второй Ну а Курил И такие были Сколько их таких Он Шмеман Александр Дальше Незнатные Поколения Учением Петр 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 Сказал им Покайтесь И докрестится Каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения грехов И получите Дар Святого Духа Тысячи уверовавших Были обращены Учением И свидетельством О Христе Трагедия Каждый христианин Понесет благую Весть Окружающему миру Церковь Может стать Воистинной Вестой Христовой Только тогда Когда она Будет наполнена Учением И свидетельством О Христе Этим Должны быть Наполнены Семьи Наши разговоры Богослужения Письма Выступления Луки 1 Глава 18 По 20 стих И сказал Захаре Ангелу Почему я узнаю Почему я узнаю Это Ибо я стар И жена моя В летах преклонных И слово Почему Здесь А почему Отдельно Между по И чему Разрыв Почему Почему Я узнаю Это Почему Это То есть Причина какая А здесь По какому Делу я узнаю Какое Свидетельство По чему Чему Это Существительное Это редко Такое По какому Делу По какому Признаку Я узнаю А когда Почему То есть Что за Причина И так Нужно Читать По чему Я узнаю По По какому Делу Ангел Сказал ему В ответ Я говорил Предстоящий Пред Богом И послан Говорить с тобою И благовестить Тебе сие И вот Ты будешь Молчать И не будешь Иметь возможности Говорить до того дня Как это сбудется За то Что ты не поверил Словам моим Которые сбудутся В свое время Почему Священники молчат И потому ли Что Бог поразил их Они не верят Написанному в Библии И Бог отнял у них Слово Они не могут говорить Выходят архиереи Толпой Около патриарха Вокруг него Хороводятся А ничего нету Они поражены И он молчит Ангелу нельзя Сопротивляться Бог повелел Иди Благовестство Они не идут И Бог отнял От них все Они стоят И молчат Единственное Что могут Только Драться За свое место За кормушку Книзья Толкование Хотя Захария Был Праведен и свят Однако же Принимая во внимание Необычайность Рождения сына Нелегко поверил Почему Ангелы Сказывают ему О своем достоинстве Я говорил Предстоящий Пред Богом Не Бесобольститель А Божий Ангел Итак За то Что не веруешь Будешь глух И не способен Говорить Справедливо Подвергается Тому и другому Глухоте не моте Ибо как Прислушник Наказывается Глухотой А как Противоречащий Молчанием Смотрите как Прислушник Наказывается Глухотой А противоречащий Молчанием Молчанием Да Кроме того Он предизображал И случившееся С иудеями Ибо как Он старый Бесплодный И не поверивший Родил сына Большего пророков Так и церковь Иудейская И иерархия Хотя Застарела И была Бесплодна И неверна И прислушна Однако же Родила во плоти Слово Божие Владыку пророков С рождением Которого Бывшие Прежненные Покорными Перешли к вере И исповеданию Комментарии Игнатия Лапкина Слово Божие Называется Так Потому что Оно Исходит От Бога И через Ангелов Вестников Или через Пророков Избранников Божьих Или через Апостолов Посланников Господних Святые Божьи Человеки Явились Той Тростью Который Двигал Дух Святой 2 Петра 1.21 Ибо Никогда Пророчество Не было Произносимо По воле Человеческой Но Изрекали Его Святые Божьи Человеки Будучи Движимы Духом Святым Неверие Или Противоречие Этим Глашатам Истины Разнозначно Противление Богу Сил Солофу 1 Царств 15.23 Ибо Непокорность Есть Такой Же Грех Что Волшебство И Противление То же Что Едового Поклонства За то Что Ты Отверг Слово Господа И Он Отверг Тебя Чтобы Ты Не Был Царем Над Израилем Бог Не Смотрит На Личность И Тот Кто Не Хочет Слышать Не Хочет Подчеркиваю Не Хочет Ударение Делай Кто Не Хочет Слышать Слово Божие Поражается Глухотой Как Аспит Псалом 57 5 Яд У них Как яд Змеи Как Глухого Аспида Который Затыкает Уши Свои А тот Кто Начинает Противоречить Вести Божией Поражается Отнятием Языка Гробовым Молчанием В древние Времена Подобные Люди Обличались Через Пророков Но и Будучи Глухонемыми Эти Прислушники Любящие Противоречить Богу И вносить В Слава Божие Тысячи Комментариев Извиняющие Их Оказались Очень Живучими И Чрезвычайно Плодливыми Многочами Плодливыми Ну да Исайя 6 10 Ибо Огрубило Сердце Народа Сего И Ушами С трудом Слышат И Очи Сые Сомкнули Да Не Узрят Очами И Не Услышат Ушами И Не Разумеют Сердцем И Не Обратятся Чтобы Я Слил Их Через Тысячелетия Эти Глухонемые Аспиды Ядовитые Змеи Переползли В Новый Завет И Заполнили Все Церкви Божьей Заполнили Не Заполняли А Заполнили Уже Готово Дело Заполнили Все В Церкви Божьей Особенно В алтарях Тысячекратно Повторяют Господи Помилуй Издают Трескучие Звуки Этими Словами Не Вклада В них Никакого Смысла А Следовало Хотя бы Раз Объявить Всероссийский Пост И Целый День Повторять Одну Молитву Молитву Я им Составляю Какую Господи Помилуй Нас Ибо Мы Перестали Что Мы Перестали А не Что Мы Перестали Господи Помилуй Нас Что Мы Перестали Слышать Голос Твой Забыли Библию И Все Заполнили Вымыслами Человеческими Мы Стали Глухими Аспидами В рясах И Ризах Позлащенных Господи Помилуй И Мы Противоречили Ясно Сказанную Словам Твоей Библии И Перетолковывали Свою Пользу Житолюбцев Мы Окоростовали Окоростовали Арестовали Наверное Окоростовали То есть У них Много Корост То есть Они Страшные Такие Стали Мы Окоростовали В грехах Наших И Стоим В ризах Этих Как Гробы Окрашены Как Молчаливые Покойники Это Об этом Говорил Патриарх Пимен Мы Окоростовали За свое Небрежение Я С вами Такой Ж Это Ты Поразил Нас Молчанием И Нет От Нас Проповеди Евангелия И Жизнь Церкви Умерла И Мы Уподобились Скотам Несмысленным Мы Собираемся Под своды Этого Храма Как Молчаливые Змеи Ехидны И Аспиды И Находимся В темноте Без Слова Твоего Будут они считать Нет Вот И Господи Помил А именно Сказать В чем Они Виноваты Они Змеи Аспиды Глухие Солом 118 135 10 Вот Видно Как Господи Помил Ты Еще Рас Скажет Но Вот Это Один Раз Прочитать Не Могут От Злости Лопаются А Сия Раба Твоего Светом Лица Твоего И Научи Мне Устам Твоим Устами Послушного Матфея 12 34 Порождение Ехиднины Как Вы Можете Говорить Доброе Будучи Злы Ибо От Избытка Сердца Говорят Уста Ты Сам Обличаешь Нас Глухих И Немых Матфея 23 23 Змеи Порождение Ехиднины Как Убежите Вы От 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 Суждения В Геену Это К нам Потомкам Древних Преслужников И Противоречив Тебе Возвещает Дух Святой Матфея 13 15 Ибо Огрубило Сердце Людей Сих И Ушами С Трудом Слышат И Глаза Свои Сомкнули Да Не Увидят Глазами И Не Услышат Ушами И Не Разумеют Сердцем И Не Обратятся Чтобы Я Исцелил Их Господи Помилуй Вместе С нами От Нашего Ненаучения От Нашей Глухоты И Немоты И Иоанна 12 40 Народ Се Ослепил Глаза Свои И Окаменил Сердце Своё Да Не Видят Глазами И Не Разумеют Сердцем И Не Обратятся Чтобы Я Исцелил Их Мы Молчим Ибо Это Твоё Наказание За Неверие Наше Твоим Словам Начертанным Во Святой Библии Мы Противоречили Тебе Заменили Ясные Слова Твои Вымыслами Человеческими И Через Апостола Павла Ты Снова Говоришь Нам Из Святой Библии Деяние 28 27 И Ибо Огрубило Сердце Людей Сих И Сушами С Господи Помилуй Мы Верим Что Ты Можешь Изгнать Из нас Беса Глухого И Немого Дай Такое Повеление Ему Марка 9 27 Ой Марка 9 25 Дух Немой Глухой Я Повелеваю Тебе Выйди Из него И Впредь Не Входи В него Да Отверзився Уста Пастырей Иереев И Архиереев Сними Это Тысячелетнее Проклятие Тяготеющее Над Православной Церковью Этого Нафему Немоты И Глухоты Поразивший Пастырей А тебе Слава Исцеляющий Бог Аминь Аминь Все Посмотри Дорожу Полчаса Профи Аминь Продолжение следует...